Ну что, друзья, всем привет! Наконец-то у меня дошли руки, чтобы создать данное видео, которое вы сейчас смотрите. Для тех, кто не смотрел мои предыдущие видео, я хочу вкратце объяснить ситуацию. Получается, компания FarmTek мне прислала на обзор и на тест две бензопилы Holtzforma. Это Holtzforma G255, полный аналог, бензопилы Stihl MS-250 и Holtzforma G366. Это полный аналог бензопилы Stihl MS-361. С моей стороны, было бы неправильно сделать просто обзор, и в итоге я решил сделать честный обзор, указать как плюсы, так и минусы данных бензопил. Потому что, покуда данные бензопилы были в пути, покуда я их ждал, я пересмотрел много видео, и кто из блогеров, чьи обзоры я смотрел на данные бензопилы, не указали их минусы. Поэтому плюсы и минусы бензопил Holtzforma. Ну и хочу рассказать о самой компании FarmTek, что это такая за компания. Получается, это китайский производитель, который изготавливает полные аналоги бензопил Stihl и Husqvarna. Также они изготавливают комплектующие к бензопилам, кусторезы, бензорезы и тому подобную технику. И в сегодняшнем видео я хотел вам показать, как и обещал в предыдущих видео, что мы данные бензопилы повезем на осмотр к специалисту, к человеку, который занимался уже не первый год как продажами бензопил, так и их ремонтами, и делает он это очень хорошо. Поэтому в сегодняшнем видео я хотел бы показать осмотр бензопилы Holtzforma G255. У специалиста и какие плюсы и минусы мы там выявили. Поэтому приятного просмотра, мы начинаем. Получается зона отдачи, сектор с 12 часов на 3. Если мы дотрагиваемся до дерева, у пилы отдача должен срабатывать тормоз. Он может срабатывать сам по себе. Как проверяется? С высоты 60 сантиметров отпускается вот эта рука, пила падает, ударяется о дерево и должен сработать, включится тормоз. Сейчас тормоз нормально. Отпускаем. Проверяем. Тормоз не включился. Все. Еще раз. Выше чуть поднимаем. Тормоз не включился. Берем бензопилу Stihl. Цепь крутится. Отпускаем. Поднимаем. Цепь не крутится. Тормоз включился. Это сделано для безопасности. Это стандарт безопасности. На этом моменте я хотел бы заострить ваше внимание, потому что я сам живу в республике Беларусь и у нас в стране очень тщательно следят за соблюдением требований безопасности в области охраны труда. И хочу сказать, что все нюансы, которые мы выявили при осмотре данной бензопилы и при осмотре бензопилы G366, о ней будет следующее видео. Все эти нюансы и недочеты полным списком по пунктам отправлены представителю завода-изготовителя, потому что я с ними нахожусь ежедневно на связи. И в те моменты, в которые что-то появляются, неисправности, либо какие-то нюансы возникают, я обязательно это все им пересылаю. И они в свою очередь пообещали эти нюансы на бензопилах своих исправных. Поэтому будем с нетерпением ждать исправления именно этого нюанса, потому что требования по технике безопасности у нас просто колоссальные и за этим реально следят. На этой пиле тормоз не включается, ну и ручка довольно-таки жестковата, она включается очень-очень глубоко. Вот что. Это когда человек идет, ручка сама по себе. Вот, у пилы, оп, чуть-чуть, а только дотрагиваюсь. Вот, если человек падает или еще что-то, надо включить. Вот он, оп, чуть-чуть и все. Маленькая амплитуда движения у ручки. Здесь амплитуда движения, она большая, уже рука очень далеко, уже вот этой частью, и мне еще надо, плюс ее силой, надо включить. Вот это, получается, уже первый недочет. Ну, так, дальше получается, цепи-улавливатель на крышке имеется, натяжение боковое есть, по глушителю, в глушителе стоит сетка, ее для нашего климата ставить не надо. Если это еще пластинка приварена, ее будет проблема достать, надо будет просто пробивать, делать дырку. Сетка будет забиваться от масла, уменьшаться тяга, и в конечном итоге пила будет глохнуть. Пила немножко жестковата. Вот, она вообще очень слабо двигается. Что так, что так, вот снизу. Амортизаторы резиновые, очень-очень жесткие. Вот что. Заглушки все на месте, снизу все нормально. Что у нас здесь визуально. Ну, крышка нормальная. Сейчас еще раз закроем, как она. Крышка не болтается, в принципе. Так. Защита зима-лето. Эта заглушка стоит. Так, интересно, она перевернется, если ее поставить на зиму. Ну да, становится. Это в зимнее время переворачивать. Это на лето ставится. Фильтр фетровый. Ну, качество покажет. Фетровый он должен лучше пропускать. Отрезал есть что-нибудь? Нет. Только завели и все. Нет, аплевр. Клапан вентиляции. Клапан вентиляции у штиля выведен сюда. Вот резинку они сделали такую же, как у штиля. Вот это посадочное место. Это посадочное место под клапан вентиляции топливного бака. Вот оно. Но он идет на трубке и входит здесь. Они резинку сделали ту же, но фильтр они, в принципе, сделали нормально. Лишь бы он тут не вибрировал сильно. Это не фильтр, а клапан вентиляции. Чтобы он сильно не вибрировал, не перетирал тут и провода. А так, в принципе, лишь бы выполнял свою роль. Чтобы была вентиляция в вакуум, чтобы не создавался в топливном баке. Ну, шланг вроде бы мягкий, топливный. Вот. По работе карбюратора тут время покажет, как оно все. Ну, тут нормально глушится, ничего не цепляется. Это работает механизм нормально. Сейчас снимем только крышку. Шины и посмотрим, что там со звездочкой. Какой там вариант стоит. Ну, чуть-чуть побалтывается. Ну, в принципе, допустимо. Сейчас возьму. Гайки стандартные, как Штиллевский размер. Натяжитель тоже отсюда. Сбоку. Так. Ну, успокоители есть. Натяжитель боковой. Ну, вроде бы нормально. Зубья упорные есть. Звездочка 3,8 на 7 зубьев. Нормально. Люфт. Ну, вот эта болтанка, это не страшно. Главное, чтобы вот так вот сильно не ходил. Ну, пока ходит, но не сильно. В принципе, в пределах нормы. Вот что. Две прорези для маслонасоса. У Штиля одна, но, наверное, лучше две. Попадать. Лучше. Подшипник не в пластиковые, металлической обойме. Ну, в принципе, если мазать, без разницы, как. Так, пружинки все тут нормально. Скобы немножко ходят. Ну, это не важно, не страшно. Само сцепление не болтается тут. Нормально фиксировано. Люфта изначально не... Ну... Время покажет. Если люфт появится, то появится после первых нескольких там часов пиления. Вот под давлением уже масло начинает вытекать. Это клапан вентиляции масляного бака. И вот она лежит, и он уже под давлением, вот у Штиля такого нету, чтобы... Наружу не должно вытекать. Это клапан, чтобы не создавался вакуум в масляном баке. Там топливного, а это масляного. Сюда и как бы не должно масло вытекать. Это на всасывание воздуха вовнутрь. Вот сюда, вот подача масла. Ну, будет просто больше замасливаться при стоянии. Если с холода еще в теплое помещение перенес, то вот и будет вот этот вот эффект, и будет капать. Они здесь еще какой-то дренажный канал вот сделали. Я не помню, есть ли такое у Штиля. Вот. Ну, конечно, вот это интересно, что они тут сделали. В принципе, натяжители работают. Шпильки. Шпильки, в принципе, тут вроде все нормально. Ну, так, визуально маленькие нюансики. Вот так все. И вот этот вот косяк был с этим. А что было? Опа! Опа! Вот это, вот это да. Вот это косяк, вот это запрессовка. Она же приварена вообще, должна быть. Ну, по факту, не приварена. Там какая-то специальная у них технология приварки, это, конечно, да. В этом моменте я хочу сказать, что я не могу утверждать, что это является серийным браком, серийным нюансом и недостатком, потому что у меня только единственная бензопила, и я не могу утверждать, что такое повторяется на всех бензопилах. как вы многие знаете, что техника есть техника, и иногда бывают вот такие вот нюансы, даже единичные, поэтому утверждать, что это абсолютно на всех бензопилах я не буду. Но мне пришла такая. Так, а что по крышке? Ну, такое же исполнение, все, все нормально по крышке. Опа! Все нормально. это собираем. Так, а что по шине? Ну, металл интересный покажет, шина, конечно, в процессе покажет свое качество. В процессе эксплуатации насколько она качественная. Вот, и то же самое и цепь. Итак, подытожим в итоге что из себя представляет данная бензопила, какие у нее плюсы и какие минусы. Минусы, конечно же, вы все уже увидели в видео, но хочу выразить, также обозначить плюсы, которые в данном бензопиле имеются. Первый плюс это стоимость. Данная бензопила стоит намного дешевле, нежели оригинальный штиль МС-250. Что касается конструктивных элементов, крышка натяжения цепи, крышка воздушного фильтра, то есть весь этот пластик, крышка стартера, сам стартер, все это выполнено в хорошем качестве, то есть по этим нюансам вопросов нет. Все винты, которыми прикручены данные элементы, они сидят на резьбовом герметике, этого не отмечается в оригинальных бензопилах штиль, в китайских бензопилах это есть. И хочу отметить главный нюанс, что здесь стоит оригинальная свеча NGK японского производства. Это тоже является огромным плюсом, что хлама туда не впихнули. Что касается самих деталей, качества самих деталей, я на данный момент утверждать не могу, потому что на данный момент эти пилы еще будут тестироваться в лесу, потом будет делаться повторная диагностика, где мы будем смотреть все эти будут ли какие-то изменения или будут ли меняться показания приборов. Если вы захотите узнать что-то о данных бензопилах, все ссылки на мои социальные сети будут указаны в описании, поэтому можете писать туда, я абсолютно всем отвечу и хочу спросить у зрителей были ли у кого в пользование данные бензопилы и что вы можете о них сказать. Вот даже взять барабан сцепления я не могу утверждать, что это какой-то серийный брак и что это встречается на всех бензопилах подряд. Нет, возможно это произошло только в моей бензопиле, которую мне прислали на обзоры на тест, возможно у кого-то еще какие-то были нюансы. То есть на сегодняшний день мы выявили вот эти недостатки и все эти недостатки переданы на представителя на завод изготовитель в свою очередь они дали ответ, что они это все передали там уже на заводе техническому департаменту и эти все нюансы и все недочеты будут в ближайшее время устраняться. Инженеры завода этим на данный момент и занимаются. Вот такой вот ответ мне был именно с завода изготовителя поэтому будем надеяться что все недочеты будут устранены потому что на мой взгляд правильно сделать такой тест бензопил потому что нужно даже самому заводу изготовителю важно узнать какие есть недочеты и какие есть нюансы чтобы самим это исправить и чтобы в будущем эти бензопилы были более качественные и могли радовать пользователей которые их приобретут поэтому я постарался сделать и показать все как есть на самом деле следующее видео будут именно следующее видео будет о бензопиле хольцформа G366 это полный аналог 361 штиля и в следующем видео мы также ее осмотрим и разберем все вот такие вот нюансы поэтому на сегодня все оставайтесь на канале следите за свежими видео всем пока пока